Здравствуйте! Я приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. Меня зовут Лена. Сегодня я хочу показать вам, ну, даже не скажу, это труд, очень большой труд, очень большую книгу, очень интересную, которая была заказана в Шанхай, в город, и была заказана мамой по мотивам книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Размер этой книжки 25 на 25 сантиметров, то есть она очень большая, просто я не знаю, как на видео отразить ее объемом, но вот это у меня в ней как 20 сантиметров, то есть вот она огромная, просто она толстенькая, очень приятная, у нее две обложки и внутри 5 разворотов по сюжетам книги. Сейчас вместе с вами я в нее поиграю, у меня тут очень много героев, все фактически герои, которые были в книге, и вместе с вами мы их расставим, я думаю, что видео будет очень долгим, потому что я буду играть впервые вместе с вами, потому что Шила я это все поэтапно собирала, то есть труд занял примерно полтора месяца, даже больше, и как это все расставить, и как будут играть мамы с дочкой в эту книгу, и для меня пока только загадка. Загадка, как бы такое приятное волнение я сейчас испытываю, и не могу найти саму же Алису. Вот. Так, вот наша героиня «Алиса в стране чудес». Она на обложке, качается на качельке. Обложка, вся книга выполнена из корейского фетра, 1,2 мм, с основой тоже корейский фетр, использованы материалы хлопок, ну и все стандартные страницы. Алиса в двух размерах, как мы знаем, что Алиса в книге уменьшалась и увеличивалась, поэтому у нас две героини, одна маленькая, одна большая. Вот. Есть королева, голову с плеч, шляпник и заяц, шляпник и заяц, кролик убегающий, тру-ля-ля и тро-ля-ля на магнитах, карты герои, и мышка, мышка Соня. Ну и гусеница и знаменитый чеширский кот со своей исчезающей улыбкой. То есть у некоторых героев они работают как пальчиковые куклы, не все, но где это было возможно, у меня был заказ, чтобы герои были пальчиковыми куклами. Пальчик, зайчик тоже пальчик, шляпник у нас не пальчиковая кукла, зайчик не пальчиковая кукла, ну и тру-ля-ля-тра-ля-ля тоже, потому что это было невозможно, ну и саму Алису это было делать нереально. То есть часть из них пальчиковые игры, которые можно разыгрывать с детьми, а часть обычные, нормальные куклы. Ну что, начнем, вспоминаем себе сказку. Алиса засыпает в лесу с представлением о том, что ее ждет, и на ромашковом поле рядом с ней бегает котенок. Алиса засыпает и видит, как мимо нее пробегает кролик. Кролик пробегает мимо Алисы, прячется в траве, в ромашках, находит коту нору и исчезает. Замеряет нору и исчезает в ней. Следом за кроликом во нору залезает сама Алиса. Вот так у нас начинается сказка. Что у нас представлено на этой странице? Здесь сказочный лес, дерево с фигурами. Здесь у нас находится нора, в которую прячутся кролик и Алиса. Здесь дупло. В странице компаньон тоже выполнено очень много деталей. Все пришит очень плотно. Книжка, я так понимаю, рассчитана на более старший возраст. И полянка с ромашками, это лабиринт, шнуровка. То есть ребенку предлагается пошнуровать, поиграть. Потренировать свои пальчики через каждую ромашку. Итак, Алиса у нас нырнула в нору и полетела вниз, 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 пока вниз попало в два шахматных зала. Здесь и не нашла, там получается бутылочку, на которой было написано «Выпей меня». Алиса выпивает из этой волшебной бутылочки и превращается в маленькую девочку. Чтобы попасть в нору, ей нужно было стать маленькой, но она не может дотянуться до ключей, которые не можно открыть эту нору. Тогда Алиса снова выпивает, съедает пироженку, превращается в большую девочку, берет ключик, идет к двери, начинает искать, где же выход из этого помещения. И вот тут волшебная дверь, которая открывается под этим ключом. Здесь несколько застежек использованы. И сквозь этот зал она попадает в сказочную сторону. Сейчас мы все закроем в порядку. Обратно и перейдем на следующую тему. Тут все портьеры выполнены из плотной портьерной ткани, очень приятной. Их можно закрыть вот так, открыть, бомбаркены, открыть, завязать красиво, играть, жить в этом месте, использовать как можешь, как позволяет Наталья. С этой стороны так же все у нас происходит, пирожники и панчики. И Алиса у нас попадает, встречает, когда попадает в волшебную страну, встречает двух близнецов, Тру-ля-ля и Тра-ля-ля, которые рассказывают ей чудесную историю про устриц. Устав от болтовни, Тру-ля-ля и Тра-ля-ля, здесь у нас тут сидят, про погремушки, вспоминаем сказку, которая там играет. И вслед за белым кроликом Алиса убегает на следующую. Ее ждет следующий волшебный сюжет. Это синяя гусеница и поляна с цветами. Будем сейчас ее заполнять. Как мы помним, цветы у нас были по эмоции. Ищем соответствующую цвету. Каждый цветочек выполнен на липучках, то есть он прикрепляется сюда. И ищется соответствующая эмоция по цвету. Раскладываем. Грусть, недоверие, уделение. С малышом можно прибирать с ребенком, обсудить все эти эмоции и собрать по цветам. То есть также можно сказать, что деды это василек, ромашка, фиалка, митингвазка. И очень интересная страница. Сейчас нужно это все же восстановить. Это волшебный лес с грибочками. Грибы у нас. Тут не просто грибы, а они еще и пазлы. Гриб пазл. Это большой пазл, он составляется в маленьких. Здесь еще по цветам раскладываются. На пуговки надеваются цветы. Каждый соответствует своему цвету пуговки. Красный и желтый сейчас будем. Я прошу прощения за свой голос. У меня связки что-то в последнее время дают сбой. И вот никак не могу восстановиться. Но я думаю, что вы меня простите за такую красоту. Нескромно. Можно составить композицию с грибами разного формата. Ну и на грибе в варьяжном выседает синяя гусеница, которая дает Алисе совет. Также здесь появляется и исчезает чеширский кот. Цветы обсуждали Алису. Как же сильно она отличается от них. И Алиса уходит в другое место, где спрашивает, задает чеширскому коту свою фразу ставшую идиомой. Подскажите, как мне добраться туда. И кот ее спрашивает, а куда же ты, Алиса, хочешь добраться? Она говорит, мне все равно, куда мне идти, она спрашивает кота. Кот ей отвечает, а куда ты хочешь попасть? А Алиса ей говорит, мне все равно, куда попасть. Раз тебе все равно, куда попасть, тогда тебе все равно, куда идти. Отвечает ей кот. Сюда, сюда, прямо. Кот отвечает ей, но если тебе все равно, куда идти. Алиса, прогулявшись по этой поляне, Видите ее, очень много достаточно спрятанных уголок, высинок, интересных вещей. Копимус исчезает. А тут у нас сидит девочка. И Алиса попадает на безумное чайпитие. На полянку где-то накрыт стол, и за столом сидят заяц, шляпник. И они приглашают Алису попить с ними чай. В это время у них тоже завязывается. Беседа. Мы здесь накрываем на стол. Это наша мышка Сонька. Соня. Очень вкусное чайпитие, расскажу я вам. И я забыла, на соседней странице здесь желуди и шишки. Желуди несколько дней не пасть. Вот. И в этот момент между ними тоже они разговаривают. И одна цитата, которая мне очень запомнилась, Алиса сказала, мне нужно убить время, а шляпник на что из ее заявляет, как можно убить время, неужели оно же живое? Тебе его не жалко. Вот примерно, да? Тут скатерка выполнена из ткани хлопка. Сами, куда прицепляются блюдца и еда, это ел короткань. Все он работал, он выглядит очень красиво. Ну что, можете вспомнить, что же было после безумного чайпития? У нас Алиса третьего, ну вот, топала, получается волшебный рамк. Замок у нас находится, можно поставить, все находится в стоячем положении. Все кустики тоже встают. Это за идею. Спасибо большое Юле Желтышевой. Вот тут в функции здесь у нас находятся королева. Карты. Помните, они перекрашивали розы в цвет? Карты у нас пальчиковые. Ну и Алиса. Здесь происходит суд над Алисой. Где свидетели приглашаются? Заяц, шляпник. Двери открываются у замка. Вот, примерно. Показать надо мне. Ты не знаю, это видео. Состоянчиво положение замок. То есть, кто-то будет выглядеть. А я снимаю и не вижу. Прошу прощения. То есть, это выглядит вот так. Так, если взять полностью все. Так, если взять полностью, все. Вот такая вот. То есть, обратно, складывается все. Отстается. Прячем саму внутрисанку. Так, вот так вот. Так, вот так вот сделаем. Королева, карты. Так, нам складывается. Все кустики складываются. И вот так вот. И, думаю, еще одно из пожеланий. Заказчицы это гардероб Алисы. В гардеробе представлены платьишки, сумочки. То есть, сама куколка Алисы это куколка, которую можно переодевать. Основа. Из велкро ленты. Чуть юбочки, платьишки. Переоденем мы Алису. Пиратно в ее стандартный наряд. И на обратной облочке у нас часы. Закроем книжку. И на этой облочке у всех героев они у нас на липучке. Размещаем по часам. Часы крутятся. И, как в таком хороводе, стрелок, Алиса попадает обратно домой. Вот такая глобальная, большая, интересная книга и сказка получилась. Не знаю, получилось ли у меня воплотить все идеи, всю эту красоту, весь этот сказочный мир Льюиса Кэрролла. Я его очень люблю. Верю, что это все получилось в лучшем варианте. Еще раз пролистаем вместе с вами то, что было. Еще все это сфотографировать остается. показать. И отправлю я эту книгу. Сегодня она улетит для хозяйки. Пойдет в руки. Надеюсь, что понравится. Такая чудесная работа. Если честно, то хочется оставить себя. замок. Вот замок. Королева уберем на последнюю страницу. Здесь тут. Потеряли Алису. Куда? Сейчас я ее найду. Алиса, ты где? Здесь с ними оставили. Струля-ля и таля-ля. Вообще, играть, конечно, вариант. Спасибо большое вам за внимание. Хочу вам пожелать удачного лета, которое у нас наконец-то наступило. Отдохнуть всем на питации солнечной энергии. И мы будем с Алисой вам благодарны за лайк, за подписку на наш канал, за рекомендацию. И скоро я уезжаю в путешествие вместе со своими детьми. Поэтому буду благодарна, если вы будете рекомендовать своим друзьям и знакомым заказывать книжки в моей мастерской. Я когда вернусь, с удовольствием их сошью. Спасибо большое. Еще раз всем счастья, любви и радости. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Впереди еще очень...